Наша технология, которая зарекомендовала себя на мировом рынке. В основной массе свои люди знают, что шина она круглая и черная. Но далась не так уж просто. Честно вам скажу, когда я последний раз лет пять тому назад был у вас, я не думал, что мы это предприятие поднимем. Разложим на компоненты. Каждая резина состоит порядка, ну средние цифры называю по палате такие, порядка 15 ингредиентов. И дадим ответ всем скептикам. Манера вождения и эксплуатации шин у всех разная. Я бы выразился, но не буду. Это контроль качества. Так как я езжу на дальнее расстояние в любую погоду, я предпочитаю резину импорт. 40, 35 проезжаешь, она... Отношение к белорусской резине по правде сказать неоднозначное. Одни выступают за отечественного производителя, другие против. Но говорить и ездить это еще не знать и понимать, как и из чего делают автомобильные покрышки. Поэтому мы отправляемся на сам завод. Единственное предприятие в стране более 300 моделей для легковых, грузовых, сельхозтехники, автобусов и электротранспорта. Контроль качества сегодня для белорусских шин. Еще до того, как мы увидим готовую шину, пройдет несколько этапов. А начинается все с разработки технологии и смеси. Тренд мировой – это нагрузка на окружающую среду, снижение выбросов СО2. Поэтому мы тоже как бы с этим трендом двигаемся по легковым шинам. В одной смеси до 20 компонентов, и у каждой конкретное предназначение. Одна идет для боковины, другие – для протектора, брекера и так далее. После обязательно на контроль. Мы отбираем образцы резиновой смеси и отправляем их на экспресс-контроль. Снятие реметрических характеристик резиновой смеси – это значит, как вулканизуется резиновая смесь. При определенной температуре. Закрыли один завод. 4 тысячи человек остались без работы. Зарплаты низкие, оборудование старое. Продолжают расти долги. Предприятие на грани остановки. Вы должны в кратчайший срок разработать крупногабаритные шины и поставить шины для нашего Беласа. После уже будет единственный в СНГ завод сверхкрупногабаритных шин. А пока стоит задача не потерять само предприятие. Хотя в 2006-м президент признает – особых надежд не питал. Здесь завод полностью стоят. И вопрос стоял в том, где же взять технологию производства новой шины. И никто технологии эти не давал. Вот эти люди, специалисты конструктора завода, сами создали этот станок и сделали ту шину, которая нам нужна. Линия, которая находится у меня за спиной, она является, можно сказать, сердцем нашего завода. Выпускает основные детали протектора и боковины, из которых начинает сборку наша белорусская покрышка. Мы действительно сделали прорыв. Наше предприятие выпускает довольно качественную, приличную продукцию, которой мы сами пользуемся, как шинники, как автолюбители. Протектор, боковина, борт, гермослой, значит, все это. И вот осматривая таким способом, она определяет наличие всех этих дефектов. И уровень вот этих вот несоответствий значительно упал. То есть, если раньше показатели и статистики там было 95-96, то в настоящий момент 99 шин проходят спиропудивления. А еще необходимо следить за гравировкой, размер, модель, категория скорости. В проверке визуальной важно все. Это критические линии критические? Ну, бывают всякие моменты. Посмотрели. Это годная машина. Тут никак не может быть, потому что они у нас не конизуются на новых машинах. Уже на финальной стадии шина отправляется на рентген. Если говорить максимально по-простому, это своеобразное МРТ. Кстати, оборудование уникальное. Пилотный проектор отработчиков из Питера поставили всего два года назад. И необходимо всего 3-4 минуты, чтобы выявить все дефекты. Для вот этой покрышки, допустим, 18-2.0 практически используется в районе 18-20 различных деталей, чтобы собрать покрышку. Потустороннего или негативного нет. То есть все на месте, сдвигов никаких вправо-лево нет, протектор, все на месте. Устанавливаются шины на ободья. Значит, им в определенности, в зависимости от размера и модели шины, устанавливаются технические нагрузки. Легковая шина, она катается час, да. Грузовая шина, методика 54-го правила, она подразумевает собой 48 часов. В нормативном документах и у нас гарантия на наши шины, в частности, это 5 лет с даты изготовления, при соблюдении правил эксплуатации, значит, хранения и или до индикатора износа. К коммерческим блокам был проведен ряд переговоров со странами дальней дуги. Конечно, наперед говорить не хотелось бы, но есть уже определенные договоренности, подписаны контрактные и опытные поставки. Свой внутренний рынок мы обеспечиваем, неплохо работаем и на внешнем. Наши шины знают в более чем 60 странах, но всегда есть к чему стремиться. В марте отстояли свое, санкции, которые наложил ЕС, отменили. Так что будем работать и дальше. Главное, чтобы свой покупатель был доволен. У нас машина белорусского производства и резина. Хорошо чувствуешь машину. Подводила вас, нет? Нет, не подводила. По белоруссине вопросов нет. Поэтому, ну, только что шумно и все. Это единственный минус. Хорошая резина, понравилась. Класс, ездил нормально. Правда, немножко балансировки надо было больше делать. Но вполне меня устраивало. Я лично на белорусской езжу сейчас. Чем вам нравится? Цена, качество. За качество в ответе Дарья Ирочко, Илья Максимов и Александр Самойлович.